Музыка 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 Мы уже рассказывали, что это первая платформа, органическая на протяжении. Там активные люди, у нас уже есть ребята, которые активно являются ампассадорами. Актер, каскадер, наборство. Сергей Пархоменко это черный бумер. Они уже тоже активно помогают, становятся ампассадорами этого бренда. Инстаграм, я уже сказал, что огромное количество вопросов, активностей, сообщений в директы, просмотров, постов и так далее. Соответственно, вот блогер. Стоимость блогеров от этих людей, ну понятно, что это европейско-американские личности. Но, тем не менее, стоимость, видишь, 1 миллион, это одна реклама американская, один пост, по сути. Эли Джеймер, 114 миллионов подписчиков. Но я думаю, что самое важное, вот здесь 142 миллиона, и они дешевле. С чем это связано? Это связано с вовлеченностью подписчиков. То есть, с обратной связью. Соответственно, цена подписчиков от блогеров, если проверить, ну мы тоже это получаем, как правило, проверить блогера. Вот, потому что опять же, вот эта история накруток, что есть блогер, у которых вроде бы видимость, что у него много миллионов, там, канал. Но, по сути, ты из него рекламу вообще никакую не получаешь. Почему? Потому что там из этого миллиона, в основном 999 тысяч, это просто какой-то бот накрученный. И он активность свою создавал. Вот мы сейчас были, ну, как были, смотрели трансляцию, была Инстамания в Киеве. Такой классный форум, ребята сделали именно по Инстаграм. И там один из первых спикеров, он прямо рассказывал, как проверять, как работать с блогером, как проверять блогера. Вот есть такой, достаточно знаменитый в России, как Руслута. Недавно Гелик разъявил. Хусейн Гасамов, по-моему, был так. У него просмотры видео в среднем 6 миллионов. Чувак, он начал, когда через сервис пробивать, 600 тысяч. То есть, ну, представляете, я еще представляю, в два-три раза меньше был бы просмотр видео, но в 10 раз получается меньше. Человек берет деньги, как, ну, ну, вот такое вот количество. То есть, нужно проверять. Соответственно, стоимость зависит от проверки и зависит от отлика. Опять же, у того же, да, включена на Роналду больше, чем у нее, но на четверть меньше. Соответственно, мы можем стать на уровень таких блогеров за счет этой программы. То есть, просто вы заработаете на активном смысле. Продажа рекламных публикаций. То есть, условно, в нашей теме это что? То есть, к примеру, мы, там, ты рассказываешь про туризм, активные, про вот эти вот штуки. Ты можешь продавать как свои товары, так, к примеру, и сопутствующие товары. Ну, которые будут, допустим, там у тебя лежаки, но нет этой пшикалки от, допустим, клещей. И можно продать какой-то интернет-магазин. Это сейчас условно. То есть, тут нужно посмотреть. Продажа, соответственно, своих товаров, услуг, соответственно, рекламные партнерские программы. Собственно, такая, как вот Инстайнер. И, соответственно, СММ-услуги. То есть, научился продвигать свой Инстаграм, можешь помочь сделать уже другим людям за деньги. Делать это качественно. То есть, то, что дает наш сервис, это вообще, в принципе, для СММ-специалист вообще уникальная платформа. Потому что ни один СММ-специалист не может создать такой активности, которую могут создать наши ребята, которые по франшизе работают, используя вот этот инструмент. Просто сопровождать, просто вести аккаунты, там, еще что-то. Да, даже делать это круто, они могут. Но создать активность они не могут. Используя этот инструмент, этот СММ-специалист будет просто не заменен. Просто не заменен. То есть, ну, элементарно. Если у нас 1,2 миллиона – это средняя цена по рынку в России, если у тебя Инстаграм 1,2 миллиона, то ты свой рекламный пост уже смело можешь продавать за 3 тысячи долларов. Да, часто их не рекомендуют продавать, чтобы не выдержать свою аудиторию. И тут, опять же, ну, конечно, каждый выбирает свой формат. Мы сейчас смотрели, опять же, на той же Инстамании, вот, Индика Гохи. Это сейчас одна из самых крутых инстаэкспертов вообще в России. Девочка достаточно молодая, но уже в своем возрасте она там правительство ведет по Инстаграм, по управлению репутацией. Там крутые банки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Курсы у нее очень серьезные. Ну, одна из самых интересных глобал форум выступала. Тетка, я, ну, в смысле, даже не тетка, и девчонка реально очень крутая. Вот мы по этой книге тоже базовая, она недорогая, можно ознакомиться. Смысл в чем? Есть разные подходы. Можно вести просто к блогеру и делать какие-то рекламные коллаборации. Но важно понимать, что, ну, к примеру, если ты идешь по природе, не нужно продавать дизельные генераторы. Ну, то есть, где природа и где дизельные, чтобы вот таких вот, не было несочетаемых, несочетаемых. Но она тоже говорит, ребят, вы смотрите, мне допустим за пост никто не заплатит 20 тысяч долларов. Поэтому я не делаю рекламную интеграцию. У меня есть свой продукт, я продаю свой продукт, и я на этом продукте зарабатываю 20 тысяч долларов. Поэтому, у каждого свой подход. Ты можешь нести свой блог и продавать рекламу, а можешь вести крутой свой блог и куда продавать свой продукт. ты круто подойдешь на продукты, в принципе, нафига тебе нужна какая-то левая реклама, которая может даже некоторых людей отпугнуть. Тут индивидуально статегия прописывается, это все выхожу туда. То есть, как я могу использовать, это мы тоже все даем. Как использовать Инстаграм, чтобы сделать мой бизнес-процветающий, как я могу монетизировать свою аудиторию на десятки тысяч и сотен долларов, как я могу увеличить рейтинг своего аккаута, как я могу получить 100, 201 миллион подписчиков, как я могу развить свой личный бренд, как я могу популярным зарабатывать на своем Инстаграм, как я могу зарабатывать и рекомендую платформу другим. Вот, собственно, на все вопросы мы отвечаем. Услуга, которая поставляет нас там, повышает взаимодействие аудитории. Ну, то, что я уже, в принципе, рассказал. Мы заказываем активность вместо платной рекламы, и Инстаграм показывает это. А как же, когда у нас карма нашего аккаута вырастает, он начинает уже рекомендовать людям поинтересу. Соответственно, мы, создавая такую активность 2-3 месяца, выходим уже реально в топы, в рекомендованные и так далее, вместе прямо со звездами. То есть, по сути, мы сейчас сделали такой инструмент, который может из любого человека, у которого есть нормальный контент, экспертность, он может, чтобы дать полезное людям, сделать реально крутого блогера, крутую звезду и так далее, выводя собственную рекомендацию в такие итоги. Как это выглядит? На начальном этапе ты получаешь вот такое количество взаимодействий. То есть, 50 тысяч просмотров, 30 тысяч лайков, это в месяц. 300 комментариев и 1000 сохранений. И сделать минимальную активность, то есть, что такое минимальная активность? Это пригласить 3-х активных пользователей, ну, своих друзей, в целом. Получаешь в 2 раза больше. Вот это активность. То есть, 100 тысяч просмотров видео, 60 уже тысяч лайков, то есть, 2 раза. И 10-500 комментариев и 2000 сохранений в месяц. То есть, все это в перспективе у нас сервис. То есть, это таким образом происходит. Вот твой пост, ты нажимаешь там добавить лайки, все, вот так и ползунковым добавляем, и получаешь нужное тебе количество. Понятно, что нужно быть адекватным. То есть, условно, если у тебя, например, 500 подписчиков, ну, не нужно заказывать себе сразу 3000 лайков. То есть, у нас можно на пост заказать 3000 лайков за один раз. Делают и так, но чисто профессионально это не совсем корректно, потому что люди, которые в Инстаграм разбираются, они все-таки зайдут на твой профиль, это логично. Если понравился пост, логично зайти на профиль этого человека, там хотя бы подписаться, там лишь когда-нибудь написать, я не уверен, что у тебя, без меня, лайков там 3000, а подписчиков 500, у них такой диссонанс. А что не так, условно, почему такое стоит? Ну, и будут же какие-то подозрения. То есть, мы делаем это постепенно, мы делаем это нативно, и потихоньку, потихоньку, ну, и сам Инстаграм будет вопросы задавать, слушай, дружище, откуда у тебя такая активность, если у тебя, по сути, еще аудитории нет. Вот, поэтому, чтобы этого не было, мы это делаем все кратно. Мы этому обучаем, у нас есть свои школы, у нас есть свои уроки и так далее. Постоянно, прям, есть школы такие, которые записи fast-art, мы для партнеров предоставляем платформу, где там можно все обучаться. У нас есть уроки, прям, как в формате воркшопа. То есть, вот, мы приходим со своим смартфоном, прям, берем сразу же и делаем. Делаем посты, начинаем их продвигать, чтобы получать определенные результаты. Еще один из бонусов, то есть, ну, тут может показаться, ладно, мы сейчас говорим, как это работает. Все действия выполняются, ну, живыми, это только живые люди, никакие не боты, ни накруток, ни ничего. Каждое действие, как задание, которое они выполняют, мы тоже это делаем. Так, я стараюсь этому клиенту сразу скажу, что в отличие от других, потому что другие, они именно ботов используют, или дают мало, потому что здесь много разных других платформ, они, как бы, ну, отстой-ползут. Потому что они говорят, что, ну, типа, такое дело, но они за день это не делают, если делать, то это боты, ну, как бы, по сути. Ну, заказать есть такие платформы, да, они уже обещают это, но разница их какая. Во-первых, теперь для того, чтобы получать какую-то активность, тебе нужно в эту платформу людей уже пригласить. И ты не можешь заказать, то есть, сколько людей, столько будет активностью, но она будет только тогда, когда они захотят эту активность сделать. А здесь мы активность можем заказывать, прям сделал пост, и ты сразу заказал активность. Потому что Инстаграм тоже этот видит, активность это через неделю или активность это сразу. Если пост получает сразу активность, значит ты капец мега популярный. И он же не видит, что это там Леша, Паша или Артемий. Он видит это просто как активный аккаунт. Это робот, а не так это видится. Все подписчики, которые получают пользователей платформы, это люди, которые укупили ускорб. То есть мы за счет платформы не только можем активность создавать, мы еще можем получать активную аудиторию с самого сервиса. Каким образом это происходит? То, что повышает вовлеченность, что это у нас механизм его издействия, то есть описывают алгоритмы, которые мы заговорили, как в топ выходить. То есть активность этой вубликации дает сначала выходы в топы, потом эти выходы в топы делают так, что Инстаграм видит твою активность, популярность. И в целом твой аккаунт уже дает рекомендованные людям по интересам. Это очень важно. Сервис пока, что самое важное, это только бета-тестирование сервиса, но уже полноценно работает. Когда он официально уже запустится, предзапуск начался 21 марта, то есть мы месяц еще практически, мы судите, не проработали. Официальный запуск компании 21 июня. Сейчас уже подкручиваются, со временем будут просмотры сторис, просмотры прямых эфиров. И дальше еще будет такая штука, как гранжирование по университетам аудитории. Еще более качественные, еще более лучшие. И, собственно, как это, что это значит для вас? Ну, понятно, это, капец, растущий рейтинг, монетизация, развитие личного бренда, партнерская программа. То есть, как это все происходит? За лично приглашенных людей мы получаем 15%, и на 15 уровне 4 или не 5, 5, 8, 8, 4, 9, 12, 13 и 1%, 13, 15. То есть сразу может показаться, как мне то же самое показалось, что это сетевой маркетинг. Я, в принципе, нормально к этому отношусь и занимаюсь к этому, но когда я начал разбираться, я понял, что это не сетевой маркетинг. Это партнерская программа. Это реально партнерская программа. В чем здесь идея? Идея в том, ну, сейчас мы поговорим, сколько здесь, собственно, можно заработать. Это первый, скажем так, первый рынок. В чем идея? То есть первое, мы получаем активность, я показал, да, первая активность. То есть ты можешь просто взять сервис и пользоваться теми базовыми предложениями, которые дает инстайм. И там была минимальная активность дела, у тебя в два раза все увеличивается. Вот эта минимальная активность – пригласить три человека. Что это дает? Это дает в два раза увеличение вот этих вот базовых, ну, как это правильно выразиться? Ништяки. Ну, то, чтобы ништяки, а... А что же, блин, слово вылетело просто из головы? Ну, базовых действий, то есть по лайкам, по комментариям в два раза увеличивается. Вторая штука, как ты сказал, ништяк. Второй ништяк – это если ты подключаешься к сервису, и в первую неделю ты приглашаешь трех активных пользователей, ты второй месяц получаешь в подарок. Ну, и, соответственно, так как ты получаешь 15%, ты 40% стоимости отбиваешь. То есть ты два месяца пользуешься этим сервисом практически там за 35 долларов. То есть два месяца. Но работает такая партнерская программа. Причем она работает таким образом, что идут переливы. Ты можешь стать пользоваться сервисом, и люди подключаются. Три, там, потом девять, потом двадцать семь. То есть такая тренарная модель, маточная. Вот. Идут переливы. И ты вот как здесь показано, то есть с первой и по четвертой линии 5% и ты начинаешь получить эти проценты. Люди платят, и ты получаешь. И никого еще не пригласи. Это так штука работает, как партнерская программа. Почему это так делается? Ребята, когда рассматривали модель запуска этой программы, они просто разрабатывали программу. Они не думали делать там партнерскую программу. Вот. Но потом проанализировали рынок, и когда увидели, что сейчас в принципе любой успешный бизнес делает партнерскую программу, неважно там Тесла, Клинков, любые магазины, у всех есть партнерские программы сейчас. Умный бизнес уже не использует скидки. Это не работает для привлечения клиентов. Проще сделать программу, для того больше получишь. То есть это дать не скидку, которую человек может унести, и потом не вернуться. А лучше отдать это в виде партнерки, чтобы было желание рекомендовать, собственно, мне зарабатывать свои партнерки, как у нас там товарищ. Он просто чем занимается, он продает по партнерке Клинкова и зарабатывает примерно 70 тысяч в месяц. У многих сейчас зарабатывают именно на партнерских программах. И им просто это посоветовали, им это стало выгодно по двум причинам. Они когда посчитали, ну во-первых, они вышли немножко за бюджет, программ, ну как всегда это бывает. Мы начинаем, в основном, стоить дом, у нас один бюджет. Мы еще первый этаж не построили, у нас уже деньги закончились. Ну потому что смета, там разные нюансы бывают, кто там подорожали с правиматериалом. Как же и войти? То есть начали делать платформу, немножко вышло дороже, потом посчитали маркетинговые затраты, там получился космос, и когда им специалисты предложили вариант выхода на рынок по партнерской программе, они поняли, слушай, но уже было посчитано, что примерно 50-40-50-60% затрат на продукт забирает на себя маркетинг и рекламу. То есть вариант такой, можно заплатить бигбордом, можно заплатить андексу, можно заплатить гугл, а можно заплатить людям, которые тебе рекомендуют. Почему им выгодно? Потому что мы сами, пользуясь этим сервисом, получаем результат, делимся этим результатом с другими людьми. Все. И они на нас, условно говоря, почему это выгодно, еще когда просто пользователи и никого не приглашают. Они получают фидбэк, потому что бета-версия, они получают обратную связь, делают сервис лучше, 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 постоянно идут улучшения. То есть задача сделать этот сервис лидером на рынке, ну в принципе мы сейчас единственные, сейчас таких сервисов нет, есть похожие сервисы, но нереально не дают того, что даем мы. И мы хотим так останется от рынка, чтобы у нас в принципе мы были вне конкуренции. Вот, и за счет обратной связи от своих клиентов есть такая возможность. Так вот, возвращаемся к бенда. То есть первый рынок, это мы, если закрываем все эти четыре уровня, у нас получается 120 подписчиков, во-первых, самой системы, мы получаем, ну и мы зарабатываем где-то 370 долларов. Второй месяц, или второй рынок, как мы это называем, потому что это может быть не месяц, это идеальная модель, это может быть чуть больше, а может быть наоборот, чуть меньше, да, вот у Артемии меньше. То есть, если в первый месяц при всем этом раскладе платформа обещает 370, у него уже в три раза больше, по сути, да. То есть можно либо отрежать, либо у каждого свои темпы, у каждого свои минеры. То есть второй рынок, второй месяц, это сумма 22, примерно 23 тысячи долларов, и уже практически 10 тысяч подписчиков с системой. Это не считая того, что если мы делаем хороший контент, выходим в топ, к нам еще с самого Инстаграма подписчики переходят. И, соответственно, третий рынок или третий месяц, это сумма, вот многие, когда это все видят, им действительно кажется, что это пирамида, это нереально, то есть мозг отказывается принимать. Но если мы возьмем у калебратор просто элементарную математику, то это все работает. Вот такая вот партнерская программа. Кому это будет обычным пользователем, для того, чтобы раскичать? Предпринимателем, ну, собственно, блогером, для того, чтобы продавать недорого свою рекламу. Предпринимателем, чтобы продавать свой продукт, обычным пользователем, он просто еще не знает, Мы сейчас встречались с парнем на завтраке, он военный, собирается сейчас идти в увольнение. Я не понимаю, что он делает. Берешь, начинаешь себя просто искать, это тоже очень интересный такой формат, и многие даже опытные предприниматели его используют, когда они делают вид, что они якобы не знают, чего они хотят, и начинают прям показывать людям, как они себя ищут. И это тоже становится интересно, многие начинают за тобой наблюдать, как человек себя найдет. Вот это потом типа вот, ой, я определился с нишей, к примеру, я буду заниматься выращиванием каких-то трав полезных. И ты прям показываешь, как ты их сажаешь, как ты их поливаешь, и люди реально за этим начинают наблюдать, это очень нравится. Соответственно, ты выбираешь нишу, начинаешь ее прокачивать, потом превращаешься в крутого предпринимателя, продавая это, а потом уже вырастаешь у блогера, либо наоборот, у каждого своя стратегия. Соответственно, чтобы начать, все просто. Регистрируемся по промо-коду, проходим регистрацию, делаем оплату, выполняем задание, получаем уже эффект, сразу же, ну вот, хоп, заказали. Получаем выход в хоп, если грамотно все, там, серия постов, или грамотно сам, прямо перед его пост оформим, вполне уже можем получить заявку, и запросто можем даже купить уже сразу же стоимость программы. Вот, используем трафик для своей публикации, развиваем свою команду, действуем, и смотрим, как пойдет наш собственный бизнес. Ну вот, вкратце все. Как тебе идея? Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Теперь, за этим видео . Продолжение следует...